Шахматы Какое место в вашей жизни занимают шахматы? Ну, мне было всегда интересно наблюдать за теми людьми, которые с ним играют в шахматы Это, в общем, всегда выдающиеся, гениальные люди, а всегда неординарные личности, а мне меня привлекают В общем, хотя я сам не играю в шахматы, но меня всегда очень волнует какая-то драматическая конва, которая вокруг шахматы всегда возникает Читаю ли я репортаж, смотрю ли я партию, слушаю ли я интересного комментатора Мне кажется, что это всегда очень драматично Это где-то между высоким искусством и спортом, и поэтому это очень интересно Очень интересная игра, сказать, чтобы она у меня очень такое большое место занимала, я не могу, но в часы досугу частенько с товарищами играем Нравятся они мне, в них можно проявить импровизацию какую-то, импровизировать, вложить какой-то замысел в свою, так сказать, партию и довести до конца ее И победить? И победить, если сумеешь, конечно Ну, это как болезнь Сам не играю в шахматы, но есть что-то, что привлекает Какое место в вашей жизни занимают шахматы? Не из последних, потому что в них играет Михаил Талин Здравствуйте, товарищи 30 лет тому назад, в течение буквально нескольких недель, Михаил Таль стал любимцем шахматистов не только нашей страны, а, пожалуй, всего мира Он мастер, 22-летний, известный очень узкому кругу специалистов, сумел блестяще опередить когорту сильнейших советских гроссмейстеров Стать чемпионом Советского Союза, а самое главное, продемонстрировать абсолютно новый стиль игры Абсолютно новое восприятие шахматного искусства Еще через два года он самый молодой на то время в истории чемпион мира А сейчас, 30 лет спустя, Михаил Таль вновь стал чемпионом мира Правда, уже по молниеносной шахматной игре Сегодня у нас с вами в концертной студии Останкино в гостях экс-чемпион мира Михаил Таль Дорогие друзья, мне очень приятно встретиться с вами сегодня здесь В прошлом году этот зал был на пару дней отдан на ускоп шахматистам И тем приятнее продолжение такой шахматно-телевизионной традиции Ну, когда я шел сюда, меня предупредили, что я сейчас выйду на сцену и должен произнести нечто типа тронной речи Вот что это такое, я не знаю Ну, шахматист любит играть белыми, а разговаривать белыми, как правило, достаточно сложно Я уже взял себе за правило вот в такого рода встречах играть черными Сейчас шахматная жизнь планеты очень интенсивна И вот эта магическая формулировка В шахматы можно играть, разрешается играть вот не то до 25, не то до 26 лет Ну, вроде бы это художественная гимнастика Дальше как-то мышцы теряют эластичность и человек перестает соображать Понимаете, огромное количество шахматистов, хороших шахматистов, мастеров, находящихся в глубинке Они потеряли возможность тренироваться, они потеряли возможность встречаться друг с другом Поскольку соревнования подобного рода были признаны ничего не дающими Спартакиада народа в СССР это тот смотр ведущих шахматных сил нашей страны Который всегда превращался в настоящий не только турнир, но настоящий праздник, настоящий форум Где молодые шахматисты могли встречаться с нашими маститами, гроссмейстерами Охотно с ними делились опытом, молодые с нами охотно делились задором Превратились в нечто вроде смотр, который произошел со мной Это было года 2-3 тому назад Мне захотелось сыграть в чемпионате Советского Союза Я звоню в Москву, одному из руководителей нашей шахматной федерации Вы знаете, я бы хотел сыграть в чемпионате Советского Союза Миша, вы это серьезно? Ну, может быть не привыкли к тому, что я серьезно разговариваю вообще Скал, вроде бы да Но вы знаете, что в турнире, так сказать, играет только Белявский, но он вообще во всех турнирах играет Ну, в конце концов, так сказать, меня уговорили, что не надо играть там, чье-то место занимать Я не играл в турнире И через 2 недели после начала я прочел гневную статью гроссмейстера Суетина О том, что вот, дескать, чемпионат Советского Союза он должен быть остал И вся, так сказать, острия Филиппики была направлена против самых злостных неигральщиков Это Смыслова Италия Ну, вот они не играют, и вот этот не играет, и тот не играет Ну, ясно, что в следующем чемпионате просто общественное мнение заставляет играть Прекрасно Прекрасно Следующий чемпионат Советского Союза Надо играть Но выясняется, что следующий чемпионат Советского Союза Это зональный турнир на первенство мира А я уже получил право играть в межзональном турнире Другими словами, если играют в турнире Таль Если играют в турнире Смыслов Если играют в турнире еще Икс, Игрек, Зет Которые имеют право играть в межзональном турнире То для остальных просто там на 3 места остается 2 кандидата Таких примеров может быть очень много. Эти примеры есть и в Советской шахматной федерации, и в Советской шахматной жизни. Они есть в международной шахматной жизни. И вот одним из признаков, одним из предвестников реальной перестройки в шахматах является то, что в прошлом году сначала на международном уровне, потом уже как эхо в нашей стране были созданы Международная Ассоциация Гроссмейстеров, которая сейчас уже достаточно активно функционирует. А у нас это все идет с гораздо большим скрипом, но нам очень хочется где-то в будущем, и желательно не столь уж отдаленном будущем, дождаться и активно дождаться того момента, когда мы будем праздновать создание Союза Шахматистов СССР. Вот создание такого настоящего творческого, настоящего профессионального, не надо бояться этого слова, профессионального союза шахматистов, шахматных деятелей, шахматных судей, шахматных тренеров, шахматных авторов, шахматного издательства, это будет залогом того, что наши шахматы идут на верный путь. И нам можно показывать не только фасад, но и все великолепное наше здание. По правилам Международной Шахматной Федерации все соревнования начинаются с того, что раздается удар гонга. И вот сейчас главная редакция спортивных программ ударом гонга берет право хода себе и предлагает вам посмотреть фрагменты фильмов 27-28 летней давности. Это, как вы уже догадались, матч Михаила Ботвинника, безусловного и бесспорного в то время лидера советских и мировых шахмат с Михаилом Талем. Талем, которому было всего-навсего 24 года. Реакция публики понятна. По возрасту отец играл с сыном. Такого в истории шахматы до этого еще не случалось. И молодость одержала победу. Цветы, поздравления. Лавровый венок чемпиона, которого удостаиваются за всю историю единицы гроссмейстеров. А затем Таля встречала буквально вся Рига. И из железнодорожного вагона его вынесли на руках. И несли по перрону. А потом в воздух поднялась та машина, в которую Михаил Таль сел. Уважение к ее пассажиру было оказано безмерно. И вот сейчас, Михаил Нихимович, скажите честно. Может быть, головушка тогда немножко закружилась? А если да, то как переживать победу? Честно говоря, я не думаю, что был тогда вульгарный случай звездной болезни. Дело в том, что мне очень нравилось и нравится играть. Мне очень нравилось и нравится выигрывать. Но играть мне все-таки нравится больше. И нравилось тогда тоже. Мы уже немножко говорили на эту тему, что к матчу 1961 года я оказался подготовленный значительно хуже Михаила Моисеевича Ботвинника. Короче, если бы молодость знала, если бы старость могла. Но как раз меня, так сказать, моя шахматная судьба очень баловала. На самые неожиданные результаты. И, вы знаете, так сказать, это не капецство. Но мне кажется, удавалось, в общем-то, как-то переносить и приятные, и неприятные удары судьбы достаточно спокойно. Но удачи же бывают совершенно разные. Мне очень запоминаются партии, важные в спортивном отношении. Скажем, последняя 21-я партия матча с Ботвинником 1960 года, после которой я стал чемпионом. 21-я партия матч реванша, после которой я сменил свое звание, может быть, на менее звучное, но значительно более надежное. Я стал экс-чемпионом мира по шахматам. Но есть партии, которые оставили, пожалуй, еще более глубокий след. Это партии, в которых либо тебе удалось провести что-то интересное, что-то необычное. Это партии, в которых тоже удалось своему противнику. Я сейчас очень доволен тем, что мне удалось стать лауреатом шахматного информатора. В последнем номере опубликованы результаты конкурса. И по итогам этого конкурса моя партия с исландским гроссмейстером Йоханом Хертерсоном, кстати говоря, участником претендентского цикла, признана лучшей. Понимаете, такие успехи радуют. И я, в общем-то, абсолютно ничего криминального, зазорного не вижу в том, что я искренне и вслух радуюсь этому. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Уважаемый Гроссмейстер, чемпион мира в своих выступлениях открыто провозглашает сторонникам перестройки. Карпов также открыто говорит о том, что Каспаров притворяется. Где правда? Но я думаю, что вообще и Гарри Каспаров, и Анатолий Карпов великолепно проявили себя за шахматной доской. На почве публицистики, на почве диспута их успехи несколько меньше. Академик Абалкин совсем недавно сам был гостем или хозяином. Считайте, как удобнее концертной студии Останкина. И отвечая на сложнейшие вопросы о сегодняшней экономике, он однажды прибегнул к шахматной терминологии. В общем-то, ничего удивительного, потому что Леонид Иванович и сам очень неплохо играет в шахматы, и президент Всероссийской шахматной федерации, самой крупной в нашей стране. Леонид Иванович, а теперь какой вопрос или какие вопросы Вы могли бы задать Михаилу Талю? Как Вы смотрите на шахматы, ну не в чисто их спортивном, профессиональном значении, а именно как на явление человеческой культуры? Как Вы видите эстетическую ценность шахмат, их роль в воспитании, эстетических чувств у людей, и может быть даже этических качеств? Ну, собственно говоря, ведь точной дефиниции, точного определения, что такое шахматы, до сих пор не существует. Более того, сторонники каждого из разных направлений постоянно находят или воспроизводят доводы, которые должны помочь им оказаться правыми. Шахматы, отдых, да, бесспорно, бесспорно отдых. Да, шахматы это наука, во многом наука. И не случайно, Ботвинник был долгие годы знаменосцем и советских, и мировых шахмат, и не случайно шахматами, так сказать, увлеклись кибернетики, и не случайно сейчас, вот сегодня, как раз здесь, на студии телевидения, я получил приглашение на фестиваль компьютеров, здесь меня нашли просто, который будет проходить в Улан-Удэ. Да, шахматы во многом это наука. Шахматы это и спорт, это тоже совершенно ясно. Чемпионаты, победы, поражения, медали, призы, там все что угодно. Но только ли это спорт? Понимаете, если ты сегодня спросишь у человека, знающего хорошо шахматы, как закончился международный турнир в Голландии в 1938 году, Абра-турнир. Ну, может быть, вспомнят, что первое и второе место в этом турнире разделили молодые игросмейстеры Пауль Керрис и Ройбен Файн. Ну, а кто был третьим, думать. А сколько очков набрал победитель? Мало кто ответит. Но если вы спросите любителя шахматы, а вот чем знаменит, чем для вас запомнился турнир, Абра-турнир в Голландии, то очень многие ответят. Ответят, Ботвинника-Павланка. Партия Ботвинника-Павланка. И не потому, что молодой советский гроссмейстер обыграл великолепного экс-чемпиона мира. И не потому, что проигрыши Капавланки тогда тоже были сенсацией. А просто комбинация, весь, вся партия была настолько великолепной, настолько красивой, настолько логичной и эффектной одновременно, что такая партия остается в памяти очень ненадолго. Именно поэтому сейчас есть понятие вечно зеленая партия, бессмертная партия. Шахматы очень популярны в следе работников нашей культуры, работников искусства. Не так уж далеко отсюда, в зале Цедри, полвека тому назад проходил матч между двумя выдающимися, хорошими шахматистами, но выдающимися музыкантами. Сергеем Сергеевичем Прокофьевым и Давидом Фёдоровичем Ойстраховым. И партии этого матча, так сказать, они публиковались, в прессе партии действительно сыгранные на уровне... Ну, знаете, шахматы, так сказать, очень многие сравнивают шахматы с математикой. Ну, так принято такое расхожее мнение, что вот шахматист, он должен быть математикой. Эта аналогия, так сказать, у меня лично особого энтузиазма не вызывает. Ну, а мне гораздо ближе сопоставление шахмат с музыкой. Во-первых, просматривая партии Ботвинника, я чувствую какую-то фундаментальность Баха, где ни одной ноты нельзя убавить без того, чтобы конструкция не рисковала развалиться. Плавность и глубина Чайковского-Смыслова, элегантность Кереса-Шопена, виртуозность Петросяна-Листа, ну, понимаете, так сказать, ну, ассоциации и всё. Ничего тут с этим не поделаешь. Сегодня в богатом мире, когда есть электроника, когда есть уйма иностранных языков, живых, мёртвых и ещё не родившихся, когда есть фигурное катание, можно прожить без шахмата. Но, поверьте, человек без шахмата всё-таки будет чувствовать себя где-то в чём-то обделённом. Ну, а поскольку академик Абалкин воспользовался шахматным термином, говоря о важных экономических проблемах, то мне не хочется оставаться в долгу и скажу, что в шахматный обиход уже вошли и термины, взятые из экономики. В частности, бригадный подряд во время матчей на первенстве мира. Позвольте задать вам несколько неожиданный вопрос. Каково ваше отношение к Орчному? Не как к шахматисту, а просто как к человеку. Сейчас мы в жизни несколько пересматривали проблему деятелей культуры, невозвращенцев, диссидентов. Примерно Тарковский и даже Ростропович не входит в круг этих таких людей и Корчной. Может быть, в отношении этого человека нашей пропагандой был допущен перегиб? Товарищ Горбаневский задает вопрос, журналист Товарищ Горбаневский. Ну, вы знаете, дело в том, что Корчной никогда в жизни, никогда не провозглашал себя активным врагом нашей страны. Он уехал и, в общем-то, это не слишком тщательно скрывал в силу неудовлетворенных спортивных амбиций. Да, во время матча Корчного с Карповым, матча, который проходил в Москве, в колонном зале Дома Союза, если мне память не изменяет, большинство зрителей, многие очень зрители, желали победы Карпову. Ну, это, так сказать, было в силу совершенно естественных причин. Молодой человек появился, человек, который, по общему мнению, имел больше шансов на успех с Фишером, чем тот же Корчной, который ни раз, ни два говорил о том, что против Фишера делать нечего. Да, так сказать, наша шахматная пресса была слишком суровой, слишком жестокой по отношению к нему. В всяком случае, административные меры за высказывание своей точки зрения в печати – это, так сказать, вещь никого не украшающая. Но реакция Корчного тоже была неадекватной. Он уехал. И более того, затем, на протяжении нескольких лет, просто, так сказать, очень некрасиво отзывался, так сказать, ну, и о советских шахматистах вообще, и о советских гроссмейстрах конкретно, в частности. Но время шло. Постепенно спортивные амбиции гроссмейстера шли на убыль. И нужно сказать, что акции Корчного как человека очень резко поднялись после известного случая 1983 года, когда Международная шахматная федерация присудила Корчному, то есть не Международная шахматная федерация, а президент Международной шахматной федерации, господин Кампаванас, присудил Корчному, как и Рибли, победу против, соответственно, Каспарова и Смыслова, а затем общественное мнение так подействовало. Рибли, кстати, ничего не имел против такого результата. А вот Корчной был готов и охотно согласился сыграть матч с тем, чтобы победитель этого матча определился за доской. И вот тогда, так сказать, акции Корчного как человека резко пошли вверх. Сейчас мы с Корчным встречаемся достаточно часто. Он по-прежнему является одним из сильнейших гроссмейстеров Запада, но чемпиона мира, скорее всего, не будет. И прекрасно это знает. И я должен сказать, что вот сейчас, среди многочисленных высказываний Корчного, выступлений, его интервью, ты не найдешь ни одного плохого, некорректного слова по отношению к советским шахматистам. Да, он к одному шахматисту относится с большей симпатией, ведь к другому шахматисту относится с меньшей симпатией. Но это абсолютно, так сказать, по-человечески и никакой политической подоплеки не несет. Не кажется ли вам, что в матчах на пленество мира играют команды, а не отдельные шахматисты? Да, вы знаете, тоже иначе как с грустью не вспомнишь вот то время, когда мы играли с Михаилом Моисеевичем Ботвинником. Но вы понимаете, сейчас предаваться ностальгии по этому поводу было бы, по-моему, неуместно. Дело в том, что вторая половина 20 века, сейчас такое количество шахматной информации, которую одному шахматисту, так сказать, самому мудреному, самому знающему, переварить под силу невозможно. И вот, когда мы говорим об этих бригадах, об этих штабах, да, это, конечно, где-то, так сказать, с точки зрения шахматного рыцарства, это не самый удачный выход из положения. Но то ли еще будет, когда появятся настоящие компьютеры, которыми уже многие обзавелись, вот тогда это просто, так сказать, штаб-квартира будет напоминать какой-то склад готовой продукции. Это факт. Ничего с этим не поделаешь. Вы видите здесь Михаила Таля в моменты шахматной игры. В моменты самого высокого напряжения, которое только может испытывать шахматист. И пусть длится каждая партия 5 часов, напряжение это редко ослабевает. Нужно максимальное внимание. Нужна концентрация всей воли. Наконец, надо разгадать замыслы соперника, осуществить свои. Не случайно говорят, что шахматы это один из самых трудоемких, самых энергоемких видов спорта из всех существующих в мире. За вид Таля во время партии его не раз называли самыми страшными прозвищами. Пират из Риги, разбойник с большой дороги. А когда он выигрывал, казалось бы, не совсем выигранные партии, его называли Сречко Сречковичем, что в переводе с сербско-хорватского означает «любимец счастья». Потом его называли гипнотизером. Потом еще, еще и еще. Но вот сейчас мы все можем убедиться, и сам гроссмейстер это увидит, что во время обдумывания партии он, кажется, иногда говорит самому себе не самые лестные слова. Так вот, очень хотелось бы узнать, Михаил Нихимович, что вы сами себе говорите во время партии? Что вы думаете себе в эти минуты, в эти часы борьбы? Всегда ли вы хорошо о себе думаете? И вообще, во время партии вы думаете только о шахматах или о чем-нибудь еще? Ведь кроме вас, ни один человек в мире ответить на эти вопросы не может. Мое филологическое образование не дает мне оснований полностью цитировать свои внутренние монологи. Монологи бывают самыми разными. Ну, скажем, партия с зрителями, которые мы были вместе с вами, партия с Бентом Ларсеном, она складывалась довольно спокойно, и в этой партии все было подцензурно. Но бывает и по-другому. Что же касается, над чем думает шахматист во время партии? Ну, есть, так сказать, очень много историй на этот случай, на эту тему самые разные. Вот у меня было два таких случая. В одном я был, так сказать, активной стороной, в другом пассивной. Если не возражает, я просто их припомню. Первый случай совсем я молодой, совсем молодой рижский мастер, начало 57-го года, предпоследний тур чемпионата страны. Я играю с опытным шахматистом Ратмиром Холмовым. Мне нужно набрать полтора очка из двух, чтобы стать гроссмейстерами при случае чемпионов страны. Сегодня я играю черными с Холмовым, завтра белыми с Тулушем. Шахматист очень активный, настоящий рыцарь без страха и упрека, и мы решаем сегодня играть спокойно, аккуратно, тем более, что у Холмова, так сказать, ни белыми, ни черными не выиграть. Это было ясно. А вот а завтра, так сказать, бросить, дать судьбе бой. Ну, у Холмова позиция примерно такая же. Ему тоже надо набрать полтора из двух, чтобы стать гроссмейстером. Вот сегодня он играет белыми с Талем мальчиками из Риги, а завтра он играет черными с Бронштейном. Ну, ему тоже было ясно, как набирать эти полтора из двух. И вот с этими, так сказать, не совсем совпадающими намерениями мы пришли на игру. Партия развивалась довольно спокойно. Спустя, там, ходов 27-28, я посчитал, что позиция абсолютно ничейная, абсолютно пресная, и таким голосом, так сказать, придавил ему побольше металла, сказал, простите, вы согласны на ничью? Ответ последовал такой, резкое нет. И Холмов задумался. Ну, минут пять это терпел спокойно. Потом я начал как-то нервничать. Ну, я не вижу над чем, собственно, в этой позиции думать. А Холмов думает. Значит, есть над чем думать. Минут через десять я начал беспокоиться серьезнее. Минут через пятнадцать я уже с ужасом смотрел на эту позицию, и минут через двадцать внутренне созрело решение, не дожидаясь просто этого акта капитулировать самому, только чтобы ход не было сделан. Ну, вот эти мои жуткие мысли прервал сам Ратмир Дмитриевич. Он посмотрел на меня и сказал, ничья. Я сказал, по-моему, спасибо. Начали анализировать, и вот мы дошли до заключительной позиции. Я, кстати, попросил извинения за нескромное слово. Ратмир Дмитриевич, а над чем вы сейчас думали? Я думал над тем, как я завтра у Бронштейна выигрываю, черный или больше. Ну, вот такие варианты есть. Понимаете, ну, так сказать, иногда, так сказать, время уходит на то, что ругаешь себя. Вот, скажем, сейчас на турнире в Брюсселе, как раз во время партии, которую я играл с Наном, это третья из серии моих поражений, я вдруг, так сказать, без всякой к тому связи обнаружил, что накануне в партии с Тимоном у меня был просто элементарный форсированный выигрыш. И вот я смотрел на доску, где была запечатлена партия с Наном, а думал о партии с Тимоном. Такой сеанс одновременной игры, как правило, в гроссмейстерских турнирах безнаказанно не проходит. Честь короны и шахматы на карте, и он от поражения не уйдет. Мы сыграли с Талим десять партий. Преферанс в очко и на бильярде. Там сказал, такой не подведет. Я знаю о вашем добром отношении с Владимиром Высоцким, и хотел бы услышать, что вы можете об этом рассказать, и попутно, как деталь. Как вы относитесь к упомянутым забавам, отнимающим время у шахматистов? Преферанс, бильярд. Насчет очка мне говорить трудно. Во-первых, я должен сказать, что мне посчастливилось быть знаком, познакомиться с очень молодым артистом театра на Таганке, Володей, но о том, что он, Владимир Семенович, мы узнали попозже. Это был шестьдесят третий год. Это был как раз матч Ботвинник, матч на первенстве мира Ботвинник-Петросян, когда я был корреспондентом, комментатором газеты «Советский спорт». Сначала мы встречались достаточно часто, потом он катался, я катался, но добрые отношения не прерывались, вплоть до того жуткого момента, когда мы, находясь на сборе в Новогорске, в Олимпийской Москве узнали о трагической смерти Володи. Что же касается песни, ну, мы с ним, по-моему, пару партий в шахматы мы сыграли. Это было. А вот насчет преферанса очка и бильярда этого не было. Ну, хотя, сказать, во все три игры я иногда играю, но в бильярде, по-моему, лет за тридцать я один шар. По-моему, это мой личный рекорд. Ну, к играм я отношусь совсем неплохо, потому что во время соревнований, перед соревнованием, после интенсивной нагрузки, нагрузки умственной, нагрузки психологической, нагрузки нервной, нужна разрядка. Это, в конце концов, как личное дело. Что же касается бильярда, я, в общем-то, не совсем понимаю, а почему бы не провести, скажем, мемориал Владимира Владимировича Маяковского. Наш великий поэт очень любил эту игру. Что же касается происхождения этих строк, то при всем добром отношении, Владимир Семеновича, я никоим образом не просился туда, а попал только из-за фамилии. не разваливается ли, по вашему мнению, Фиде? Нет, не разваливается, хотя и скрипит. Передались ли ваши шахматные гены вашим детям? Да нет, вы знаете, потому что, по-моему, один шахматист в семье, это уже перебор. Это мое глубокое убеждение. Ну вот, у меня, так сказать, и сын, и дочка, они знают, что такое шахматы, умеют в них играть, или, по-крайней мере, считают, что умеют. Но характер дочки не позволяет ей дадиться больших шахматных, спортивных, вернее, успехов. Когда она проигрывает, она почему-то хохочет. Так не пойдет. Уважаемый гроссмейстер, сколько процентов от приза за первое место по блицу среди гроссмейстеров осталось у вас после всех вычетов? Когда, как вы предполагаете, Госкомспорт перестанет запускать лапу в карман к нашим гроссмейстерам? Ну, на второй вопрос мне было бы ответить проще, когда мы закроем карман. А насчет, сколько процентов от приза за первое место по блицу среди гроссмейстеров осталось у вас после всех вычетов? Ну, это вопрос довольно серьезный, вопрос довольно принципиальный. Дело в том, что, так сказать, причем у нас был опубликован размер первого приза. Но после этого мне появиться нельзя, так сказать, одолжи пару тысяч на бедность. Вот. Ну и попытки объяснить, что это не так просто сделать, поскольку у меня уже попросили это, причем попросили, сказать, достаточно убедительно. Я должен сказать, что вообще сценка вручения этого приза была довольно забавной. Она, может быть, рисует то, что раньше называлось их нравы. Два лауреата чемпионата мира, так называемого чемпионата мира по молниеносной игре в Сент-Джоне, Рафаэль Ваганин и я. Мы получили чеки и в сопровождении телохранителей, иначе нельзя там на Диком Западе. Пришли в назначенное время к банку с чеком. Дама, ведающая выплатой чеков, как-то очень странно нас осмотрела, пошла к начальнику. Потом вернулась и сказала, а у вас документы есть? Мы сказали, вот наши паспорта нет, еще нужно. Как? Ну так каждый придет и скажет, что вот ему подавай пятьдесят тысяч, а ему десять. Посмотрев на меня, она сказала, вам бы, например, я долларов двести бы доверила еще. Посмотрела на Ваганя, она сказала, а вам пятьсот. Значит, а там было, соответственно, пятьдесят и десять тысяч. Кроме того, вообще, подобные суммы у нас в банке не держат, сказала она, потому что тут много грабителей ходят. Ну, в общем, короче говоря, приз вручали нам часов пять. Вмешались представители консульства, телефонные переговоры с тем, что мы именно это те, за кого себя выдаем, при всем при том, что директор банка сам внимательно следил по телевидению за ходом матча, в котором играла вот эти оба заинтересованных в нем лица. Мы получили приз. Этот приз был заперт в моей комнате вместе со мной. Поэтому в этот вечер я не мог выйти из Монреаля погулять, а на следующий день этот приз был благополучно доставлен в Москву. Здесь он нашел хозяина. Товарищи, я не ответил на вопрос. Мне тоже досталось процентов пятнадцать. Ваши любимые певица, певец, группа, советские и зарубежные. Если можно конкретно. Ну, а как же еще? Вот я всегда очень боюсь вот этого «самый». Слово «самый». Понимаете? Слово «самый» это вот тот самый единственный победитель, прошедший четверть финала и полуфинала. Мы настолько устали от этих отборочных соревнований за шахматной доской, то хотя бы в конкурсе. Самого не нужно. Мне, например, очень нравится Алла Пугачева. Ее очень нравится, сказать, очень своеобразная, очень спорная. С ней можно соглашаться. Ее можно принимать, ее можно не принимать, но ее нельзя спутать. Ее нельзя спутать ни с кем. Вот из современной нашей эстрады мне она очень нравится. А дальше я старомоден. Вы знаете, Битлзы были, вот они мне очень и очень нравятся. Вот сказать, я с удовольствием слушаю хорошую музыку. Сегодня одного направления, завтра другого направления. Может быть, потому что я был свидетелем одного концерта, это было на закрытии чемпионата Советского Союза в Баку, когда молодой студент Бакинской консерватории Муслим Магомаев сидел за роялем и все закрытие пел. И оперные вещи, и, так сказать, более легкие, я с той поры сохранил свое очень доброе к нему отношение. Так сказать, я, как называет себя иногда Бент Ларсон, прогрессивный ретроград. Скажите, пожалуйста, что заставило вас, шахматисты мировой десятки, стать секундантом Карпова в матче с Корчнын. Просто в то время, особенно в матче, который проходил в Баге, страсти и не шахматные страсти были накалены до того, что мы себе не могли представить последствия, если чемпионом мира вдруг станет не советский шахматист, а активный антисоветский шахматист. Понимаете, и совершенно не исключено, что в этом случае, так сказать, ну, сейчас можно улыбаться по этому поводу, но мы тогда не были стопроцентно уверены, что шахматы не будут объявлены лжей игрой. Понимаете, такая возможность существовала, и существовала, поверьте мне, достаточно реально. И я вспоминаю, когда счет стал 5-5, ну, действительно, у всех настроение было ужасное, потому что мы уже были на чемоданах, мы решали, как ехать в Буэнос-Айрес на Олимпиаду, заезжая в Москву или не заезжая. Это было при счете 5-2. При счете 5-5 мы думали о том, как бы вообще добраться до Москвы. Понимаете, и руководитель нашей делегации, Виктор Давыдович Батуринский, он глотал одну сердечную таблетку за другой, говорит, как я посмотрю в глаза своим товарищам по ЖЭКу. Это вы сейчас смеетесь. Постоянные звонки. Вы понимаете, обстановка была предельно нервная. И да, мы были очень рады, что в какой-то степени помогли Карпову, помогли советским шахматам отстоять свое звание в борьбе против, мы тогда это совершенно искренне считали, злейшего врага советских шахматов. Михаил Михайлович, Стронген, литератор, местный. Я хочу вам такой вопрос задать. Вот появится такой человек, который обладает блестящими компьютерными способностями и будет считать, не за такими шахматистами будет будущее. Вы знаете, если человек будет считать так же быстро, как компьютер, то значит что-то не в порядке с нашей электронной техникой. Каждому свое. Михаил Никитич, Евгений Дагоморецкий, заместитель директора детско-спортивной школы. Расскажите немножко о последних годах жизни сейчас, находящихся за границей Бориса Васильевича Спаскова. Борис Васильевича Спаски, выдающийся советский игросмейстер, женатый на француженке русского происхождения. Это в последнее время играет в шахматы меньше. Очень жалко, что он не бывает в Советском Союзе. Но увы, работники спорткомитета СССР, работники шахматной федерации СССР, я имею ввиду прошлые годы, сделали все от себя зависящее, чтобы Борис Васильевич, чтобы ему не хотелось или как можно меньше хотелось приезжать в Советский Союз. Он очень хотел играть на спартакиадах народа в СССР, он очень хотел играть на всесоюзных турнирах, но оказывалось, что он был не нужен. А кульминация была перед матчем века, матчем века, который был не только и не столько спортивным соревнованием, сколько праздником советских шахмат, сколько выставкой советских шахмат. И вот экс-чемпиону мира, выдающемуся советскому игросмейстру, не нашлось места среди ведущей десятки. Смешно? Смешно. Нелепо, нелепо. Грустно? Очень грустно. И вот сейчас Борис Васильевич возглавляет команду Франции. Но его опыт, его авторитет привели к тому, что некогда дремавшая шахматная жизнь во Франции сейчас очень активна. Что французы уже, по-моему, со времен Наполеона они так активно не выступали. Сейчас они играют успешно в Олимпиадах, попали в Кубок мира. Вот что делает один человек. Нам остается очень жалеть о том, что Борис Спасский стал вторым шахматистом Франции после Александра Алёхина. Да. Здравствуйте, здравствуйте. Пожалуйста. Последние два тура, в скобках восьмой и девятой, прошли исключительно в напряженной борьбе. Заканчивая, в кавычках, первый тайм турнира, да, нет, первый тайм, да. Участники борются вовсю. Вот так, под шум телевизора, не написав заранее ни одного слова, вы диктуете обычно свои обзоры с шахматных соревнований в газеты. Вот точно так же, без предварительных наметок, были продиктованы вами статьи в журнал Огонек, и вы стали литературным лауреатом этого очень популярного и, в общем-то, очень почетного издания. Скажите, пожалуйста, что доставляет вам все-таки большую радость? Первый приз, даже большой, крупный, на очередном турнире, или вот такое признание ваших литературных возможностей? В свое время Михаил Моисеевич Ботвинник говорил, что когда он занимается электротехникой, он отдыхает от шахмат и наоборот. Примерно тоже можно сказать и о моих, так сказать, отдельных журналистских опусах. Впрочем, о том, как меня редактируют на турнирах, мы уже говорили, в редакциях меня правят ничуть не меньше. Вот, но, как раз, поскольку вопрос был задан моим соавтором, Яковом Владимировичем Дамским, то он прекрасно знает, как много работы приходится выполнять играющему со мной черными. Михаил Нихемич, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к гипнозу в шахматах, к роде гипноза в шахматах? И вот вас Фишер в свое время обвинял, что вы якобы его гипнотизируете. А здесь вот Карпов обвинял Каспарова, что его секунданты тоже гипнозом занимались, мешали ему играть. Ну, вы знаете, это, в общем-то, достаточно давняя история. В свое время еще об Эммануиле Ласкере говорили о том, что он гипнотизирует своих партнеров, потому что никакого более логического объяснения ошибкам, которые допускали эти уважаемые авторитетные гроссмейстеры, не находилось. Ну, сейчас на эту тему мне говорить достаточно сложно, поскольку мои спортивные результаты достаточно ярко показывают, что если я гипнотизер, то гипнотизер на пенсии и реальной опасности для окружающей среды не представляю. Что же касается, так сказать, гипнозов, взаимных гипнозов в матче Карпова-Каспарова, то, так сказать, я совершенно убежден, что гипнотизировать партнера, гипнотизировать шахматиста, находясь и напротив него, и в зрительном зале, на мой взгляд, это невозможно, если только партнер сам не захочет быть загипнотизированным. Ну, во всяком случае, многие шахматисты, с которыми я разговаривал, говорили, что им очень тяжело играть было с Фишером. Очень тяжело играть с Фишером. Не потому, что он гипнотизировал, так сказать, такого варианта не было. Но просто Фишер играл с таким напором, с таким желанием победить, вот с такой волей к борьбе, что вот эти флюиды просто физически передавались, и ты, я имею в виду, так сказать, гроссмейстер X, Y, Z, они просто начинали ощущать какую-то неуверенность в своих силах. Учеваткин, город Латкарина, младший новый сотрудник. Вот есть мнение, что между Карповым и Каспаровым и остальными шахматистами пропасть. Как вы думаете, на самом ли деле это так, и кто из существующих шахматистов мог бы вмешаться в этот спор? Факт остается фактом. На последнем турнире в Кубке мира, который проходил в Брюсселе, в отсутствие Каспарова, Карпов уверенно занял первое место. Уверенно занял первое место. Есть ли разница между шахматистами? Понимаете, строго говоря, вот сейчас, на первом турнире Кубка мира в Брюсселе, Кворума, может быть, и не было. Не было Артура Юсупова, не было Найджела Шворта. Знаете, это шахматисты, которых, в общем-то, считают возможными фаворитами в предстоящем цикле кандидатских турниров. Но сегодня, бесспорно сказать, эту пропасть кто-нибудь перемахнет, это ясно. Но когда это случится? Думаю, что не раньше следующего цикла. Думаю, что, скорее всего, в матче 1990 года встретятся Гарри Каспаров и Анатолий Карпов, как бы они оба этого не хотели. Вот вы скользко затронули очень важную тему создания союза шахматистов. Ну, я так понимаю, что этот вопрос связан с каким-то хозрасчетом. Ну, скажем, в футболе понятно. Днепр там приходит на стадион, болельщики платят там за билеты. А каким образом вы хотите это в шахматах осуществить? Скажем, для начала. И гонорар вот за этот сеанс просто перечислил бы вот фонд этой шахматной организации. Это первый ход. А дальше мы с удовольствием поделимся своими призами, своими гонорарами на международных турнирах. Но не куда-нибудь, а мы хотели бы знать, что это пойдет на развитие шахмата, на создание шахматного издательства, на создание новой шахматной книги, на помощь гроссмейстеру или мастеру, который уже по возрасту не может играть в турнире и которому просто нужно помочь хорошо жить. Понимаете? Так сказать, у шахматистов очень этот союз должен будет решать важнейшие творческие и вместе с тем важнейшие профессиональные вопросы. Ассоциация гроссмейстер, да, правофланговые, да, ведущие. Но желательно, чтобы это было всеобъемлюще. Простите, на более подробное изложение своих экономических концепций у меня не хватает эрудиции. Башаров, Москва. Я слева по борту. Михаил Ефимович, я здесь. Объем корреспонденции, которую вы получаете, имеются ли у вас помощники? Второй вопрос. Любимые фигуры в шахматах, которыми вы заставляете сложить оружие соперника? Анатомия дефицита секундантов, тренеров. Понимаете, все уже разобраны. Либо они за Каспарова, либо они за Карпова. Третьему не дано. Вот. Ну, а что же касается любимой фигуры, опять нужно употреблять превосходную степень. Самую. Самые. Я боюсь, у меня такой фигуры, таких фигур не было. Впрочем, говорят, что стиль шахматный меняется. Злые языки утверждают, что раньше я любил ферзей жертвовать, а теперь я их меняю. Элемент спортивности в классических шахматах существенно больше, чем в игре по переписке. Значит, ежели вот вам ближе создание эстетических ценностей, то почему вы не играете, значит, по переписке? И это один вопрос. Второй вопрос. Задумывались ли вы о таком каком-то отдаленном будущем в шахматах? И третий вопрос. Как мне кажется, вы в очень хороших отношениях как с Каспаровым, так и с Карповым. Не делали ли вы попытки примирить обе стороны? Сразу отвечу на третий вопрос. Да, действительно, у меня хорошие отношения к Каспаровым и Карповым, но я еще лучше отношусь к Тали, поэтому этих попыток я не делал. Насчет переписки. Ну, вы понимаете, да, действительно, шахматы, как искусство, мне очень близки, мне ближе, но, пожалуй, не очень близко именно ощущение партнера. Понимаете, ощущение соприкосновения с партнером, а вот когда, так сказать, ты пишешь, все равно не получается. Кроме того, у меня ужасный почерк. Вот, в шахматах все-таки особая статья. Ведь шахматист во время партии находится в совершенно уникальном положении. Он автор, его сценарий, его либретто. Он исполнитель, он критик. Такое триединство. Очень не люблю играть в пустом зале. Зрителям нужен. И, сказать, когда я в форме, шум в зрительном зале не нравится. Шум, значит, это реакция зрительного зала. Когда я не в форме, я чувствую просто это. Я чувствую по своей реакции. Если это помехи, значит, я не в форме. Если это шум, значит, у меня что-то должно получиться. Будущие шахматы. Я не думаю, что шахматам угрозит сколько-нибудь серьезную опасность. Хотя, конечно же, то обилие информации, информаторы, энциклопедии, бюллетени, партии, но это все делается для того, чтобы задурманить человеку голову. И вот, к сожалению, молодые шахматисты сейчас очень, огромное внимание уделяет именно этой, так сказать, фактологической, что ли, стороне дела. Вот варианты, варианты. Но я все-таки верю в фантазию. Пожалуйста. У меня два вопроса. Капитан Талпегин, военный журналист, город Чита. Вопрос первый. Скажите, пожалуйста, почему, на Ваш взгляд, не проводятся крупные международные шахматные турниры в нашей стране? И что нужно сделать для того, чтобы они проводились в Советском Союзе? Вопрос второй. Что Вы думаете о книгах Гарри Каспарова? Что это вообще за книги? И как скоро мы сможем их прочесть? Поролы из соревнований подобного рода. Можно, так сказать, смело назвать лишь турнир «Звезд в Москве». Года четыре тому назад, примерно, когда Карпов занял первое место, Каспаров, по-моему, разделил второе и третье, если мне память не изменяет. Это был действительно настоящий великолепный турнир. Проводятся хорошие турниры. Они собирают, как правило, хороший состав советских участников. Просто заманить туда самых сильных, самых ведущих шахматистов Запада, оказывается делом сложным. Тут они находятся в достаточно щекотливом положении, потому что играть в турнирах с большим количеством советских участников – это, так сказать, близкое общение с хищниками. А призы, так сказать, тут немножко неадекватны вот тому риску, который испытывают гроссмейстеры. Поэтому очень многих крупных западных, выдающихся западных шахматистов сюда не заманишь в калачево. Кстати говоря, я просто вспоминаю еще один случай. Случай действительно уникальный. Ведь вот когда был, планировался великолепный совершенно международный турнир 1967 года. Турнир был посвящен большому празднику, 50-летию октября. Турнир действительно должен был собрать очень сильный состав, он собрал очень сильный состав. Но в этом турнире высказал готовность, высказал желание играть Фишер. И тогда руководство комитета призвало советских, так сказать, маститых участников Тиграна Вартановича, Василия Васильевича, Павла Петровича, Бориса Васильевича, Михаила Нехемича. Значит, что делать? Ну, как делать? Конечно, это интересно. А вы гарантируете, что вы займете первое место? Кроме кивков в неопределенную сторону, мы ничего не могли сказать. И поэтому был постановерливый ответ, что да, к сожалению, мы, конечно, очень бы хотели видеть Фишера. Но вот поскольку мы там играем чуть ли не каждую пятницу, солнце лишь спрячется и в субботу играем, к сожалению, не получится. И вы знаете, раньше была какая-то совершенно очень странная привычка. Вот когда мы выезжали на турниры, мы выезжали на матчи в комитете физкультуры, тогда еще на Скайвертном переулке, нам давали, значит, листок. Сначала ты не знал, что это такое, а потом выяснилось, что там было написано, что я такой-то, такой-то там паспортные данные обязуюсь там либо занять первое место, либо выиграть матч. Надо было подписаться. Ну, я пару раз подписывался, так читал им так. После этого мне уже перестали давать эти доверенности, что ли. Вот такое тоже бывало. Вот, ну, и второй вопрос, простите, у нас был. Вы знаете, мне этот вопрос доводится, на этот вопрос доводится отвечать часто. Я знаком с книгами Каспарова. Очень хорошая, очень добротная шахматная книга, очень глубокая, интересная, которую и анализировать приятно, и читать хорошо, это испытание времени. Очень хороший шахматный анализ, и очень интересный анализ вообще в книге, посвященной двум матчам на первенство мира, книге, которая недавно вышла в издательстве физкультуры и спорта. Что же касается книги «Дитя перемен», то тут, так сказать, отношение другое. Да, книга не удалась, определенно не удалась. Книга, в которой, где совершенно ясно, что человек писал то, что он чувствовал. Заподозрить в неискренности Каспарова совершенно нельзя. Мы разговаривали с Гарри Кимовичем на эту тему, и он абсолютно согласен с тем, и он сам пришел к этому выводу, что книга ему не удалась. И объяснял почему. Во-первых, этой книги на русском языке, строго говоря, не было. Он диктовал, причем диктовал, это был цейтнот, нужно было обязательно вот по горячим эмоциям успеть сказать все, что он думает, о всех ком он думает, надо было сказать вовремя, до начала матча на первенство мира. И он говорил на английском языке, который он знает хорошо, но не лучше, чем выпускник института иностранных языков. Он говорил человеку, который добросовестно записывал все, что он ему говорил. Сказать, нюансы пропадали. Эта книга была выпущена в условиях сильнейшего цейтнота. Матч в Севилье показал, что сильнейшие шахматисты мира в цейтнотах порой допускают непостижимые ошибки. А в литературе, особенно вот в такой литературе, публицистической, пожалуй, цейтнот иногда бывает не менее пагубен. И вот поэтому сейчас книга фрагментарно начала выходить на русском языке в издании «Глобус». И, насколько мне известно, в ближайшее время эта книга увидит свет, но в совершенно новом исправленном издании. И, как сказал сам Каспаров, он в предисловии напишет, почему первое издание этой книги не получилось и как его нужно было исправлять. Вот тогда эта книга выйдет на русском языке, и тогда мы сможем с вами, прочитав эту книгу все вместе, обсуждать ее тоже все вместе. У меня вопрос несколько не шахматный. Виталий Тищенко, преподаватель МГУ. Ну, в жизни, как и у каждого человека, наверное, у вас тоже бывали и тяжелые дни, и, может быть, тяжелые периоды. Где, в каких уголках, что ли, памяти вы черпаете оптимизм, черпаете какие-то силы. Бог его знает, как эта кладовка работает. Иммунитета к таким вещам нет и быть не может. Всегда переживаешь это, как будто бы это случается в первый раз. Но, с другой стороны, ну, знаете, есть такая пословица, если тебе очень плохо сегодня, вспоминай, как тебе хорошо было вчера. Может быть, это и к шахматам иметь какое-то отношение, а ведь кроме вчера существует и завтра. И вот, к счастью, тут времени на зализывание ран не остается. Главное, что темп жизни, вот темп выбранный, а точнее заданный темп, он не оставляет возможности заниматься самокопанием. Как вы оцениваете квалификацию, которая сейчас существует в нашей стране? Нужны ли какие-то перемены? Или все хорошо, никаких перемен не надо? Ну, понимаете, о выражении, выражении все хорошо, по-моему, сейчас управляются только в песне «все хорошо», «прекрасная маркиза». Сейчас действительно международные турниры стали чем-то вроде высокогорных катков, на которых можно было, так сказать, очень легко завоевывать самые высокие шахматные звания. Были попытки борьбы с этим явлением, так еще в бытность моего редактора, но редактором рижского журнала «Шахматы» ко мне пришла очень любопытная статья, где предлагалось по-деловому, так сказать, ну что ли, по-настоящему поставить вопрос о том, что гроссмейстеров слишком много, и статья, по-моему, была заглавлена так, не пора ли начать отстрел гроссмейстеров? Вот, ну, слава богу, до таких радикальных мер не дошли, но вот сейчас действительно гроссмейстеров очень много, и не стоит ли подумать о том, что, так сказать, гроссмейстер первой категории, гроссмейстер второй категории. По-видимому, сегодняшняя шахматная классификация нуждается в более, ну что ли, в более, в большем числе ячеек, я бы так сказал, не так кажется. У меня вопрос следующий. Волков, экономист Москва. Кто может быть следующим чемпионом мира по шахматам? Может быть, сегодня вообще сложно говорить о будущем чемпионе мира, поскольку пока мы вот с вами разговариваем разговариваем на эту тему, этот чемпион вот сейчас только готовит уроки в школе. Есть очень талантливые ребята и у нас, и за рубежом. Это тот же Гатаканский, тот же Вася Иванчук, Гельфанд, Алеша Широва из Риги. Есть очень много ребят, с которыми мы еще не знакомы, но когда-нибудь новый чемпион мира будет. Назвать его конкретно я сейчас не блялась. Не кажется ли вам, что уступив или попросту продав полтора последних матчей на первенство мира за рубеж, мы нанесли удар по престижу советских шахмат и не только шахматы? Нет, не кажется. В общем-то, советские шахматы, это факт, давно стали явлением абсолютно международным. И когда у одного много, а у другого немножко, то это не кража, а просто дележка, говорил один из героев сказок об Италии. Конечно, и мне, и всем нам очень хотелось бы, чтобы Карпов и Каспаров были бы прописаны эстрадам Москвы, Ленинграда, может быть, других городов. Ну вот, когда я играл матч с Ботвинником, после победы в первом матче, почему-то я все время, так сказать, возвращаюсь к этому матчу, обсуждались условия матча-реванша, я робко высказал предположение, что половину матча вообще неплохо было бы провести в Риге, но половину матча, я же не всю прошу. Меня посмотрели, ну, как будто бы я так, ну, по меньшей мере, покусился на основы. Сейчас времена меняются. В общем-то, участники матча, прошу прощения, не слишком расстроены были тем обстоятельствам, что им пришлось выдерживать лондонский туман и сибирскую жару. Руководители спорткомитета тоже, кажется, были не слишком расстроены этим обстоятельствам. Северия, вроде бы, тоже не в накладе осталась, а Лондон, вовремя переодресовав полномочия Ленинграду, да, пострадали немножко советские болельщики, но пока на свете есть центральное телевидение, советские болельщики полностью обездолеными быть не могут. Из последних романов и повестей вынутых из паспуда, какой потряслось больше всего? Какую эволюцию совершило ваше литературное предстрастие? От детского Ильф Петров до... Простите, Ильф Петров остался тоже. Ну, здесь я буду неоригинален. Вот сейчас я, вернувшись из Брюсселя, зачитываюсь Гроссманом. Просто сейчас на книге не остается времени, просто журналы, газеты. Это действительно безумно интересно, безумно интересно. Елена Книжник, 49-я школа. Известно, что Александр Алехин давал сеанс одновременной игры в слепую, а вы играли когда-нибудь в слепую? Я давал такой сеанс, это в документальном фильме есть. Фильм называется «Семь шагов за горизонт», если мне память не изменяет. Просто иногда приходилось так играть в силу объективных причин, скажем, на уроке, на лекциях в институте. Нас было трое ребят, только мы составляли ядро шахматной серии нашего курса. Ну, понимаете, просто играть в шахматы неудобно, преподаватели могут это неправильно понять. Поэтому мы играли вслепую. Понемногу, так сказать, я улучшал свою игру, и вот уже пытность в экс-чемпионном мира, я попал в Москве в больницу, мне сделали операцию, на следующее утро я пришел в себя после наркоза, но чувствую себя ничего. Ну, как себя чувствует человек на следующий день после операции? Тогда, так сказать, реанимационных отделений еще не было, но я лежал в отдельной палате и веду где-то рано утром стул в дверь. Ко мне заходит четверо, значит, моих сокойников, что ли, как это называется. Тоже в халатах, товарищи по несчастью. Здравствуйте. Здравствуйте, гроссмейстер, как мы рады видеть вас здесь. Ну, я же тоже сказал, типа взаимно. Ну, вот не могли бы вы нам дать сеанс одновременной игры? Я сказал, что нет, вы знаете, сеанс одновременной игры дать не могу, потому что, насколько я помню, там ходить надо, а вот с этим у меня не важно. Ну, что делать? Ну, палата была большой, они сели где-то там, а я начал играть по памяти. Ну, сеанс продолжался примерно час. Ну, я три партии выиграл, а в одной у меня было так, не очень хорошо. Потом пришел врач, разогнал всю эту команду, значит, а партнера моего повели на какую-то процедуру, и мы, естественно, считали поражение. Поэтому первый сеанс прошел с таким успехом. Ну, вот представители Киевской студии научно-популярных фильмов прислали письмо в шахматную федерацию, вот не могли бы вы рекомендовать кого-нибудь, кто дал бы сеанс одновременной игры вслепую. Ну, и на бланке шахматной федерации СССР был составлен ответ примерно такого содержания. Вообще, такими глупостями у нас никто не занимается, попробовать обратиться к Талю. Приехали они, значит, мы договорились на поры до времени держать этот сеанс в тайне. Я туда приехал, и начали сеанс. Получится? Не получится? Никто ничего не узнает, кроме, естественно, партнеров. Но их заставить замолчать было, наверное, нельзя. Вот, а получится, значит, войдет в кадр. Получилось. Но после этого я сеанса в одновременной игры не даю, вслепую. Все-таки так лучше. Случалось, вас отставляли от международных турниров прямо у трапа самолета. Не пускали в турниры у нас в стране. Как вы реагировали на такое? Что вы думаете, попробовал прав спортсменов в его отношениях со спорткомитетом на любом уровне? Ну, бывало и такое. Правда, еще чаще я опаздывал на самолеты сам, без постороннего вмешательства. Ну, вы понимаете, в общем-то, тут во взаимоотношениях спортсмена с организацией, белыми играет организация. Тут ничего не поделаешь. Начальственные вкусы, вещь достаточно переменчивая. Мне доводилось уже, так сказать, из уст весьма авторитетного физкультурного руководителя слышать фразу, ну, товарищ Таймин, согласитесь же с вами, что вы бесперспективный шахматист. Ну, пора это признать. Вот вы поезжаете домой, занимаетесь, работаете, ну, может быть, когда-нибудь мы вас призовем. Ну, после этого, как вы знаете, это очень подействовало. Я после этого, по-моему, 70 партий, там, 70 или 73 не проигрывал. Хоть бы чаще мне об этом говорили. А вот сейчас какая-то политика пряника, она меньше стимулирует спортивные достижения. Понимаете, конечно, в общем-то, взаимоотношения, при которых на тебя смотрят, ну, как на объект, а не чьи в футболе. Вы понимаете, ну, так сказать, решают вопросы люди, в общем-то, достаточно некомпетентные. И вот создание, может быть, это уже становится каким-то рефреном, но вот создание творческих союзов, объединенных именно настоящими, профессиональными людьми, хорошо знающими свое дело и кровно заинтересованными в своем деле. Это было бы лучшей защитной броней. Каспаров и Карпов рекламировали за рубежом компьютеры, фруктовые напитки и так далее. Фишер от этого наотрез отказывался, чья позиция кажется вам более правильной. Но я думаю, что сегодня, так сказать, если тебе это нравится, то ты имеешь полное право рекламировать это все. А Фишер, в общем-то, как мне кажется, все-таки немножко старомоден. Впрочем, знаете, судить о Фишере крайне сложно. Это человек, так сказать, беспредельно преданный шахматам, хотя внешне, казалось бы, он преследует какие-то финансовые цели, но, по сути дела, это крупнейший шахмат и бессеребренник. И вот сегодня, так сказать, ну, Каспаров рекламировал, занимается рекламой компьютеров, не случайно он предъявляется президентом компьютерного клуба. В общем-то, ничего предосудительного в рекламах я не вижу, хотя в олимпийском статусе об этой возможности не говорится. Известно, что один ваш коллега по шахматному трону во время турнира не стрижется, другой верит в счастливое число. В какие приметы верите вы, если, конечно, верим? Верю, но говорить об этом – это дурная примета. В чем выражается ваше недовольство собой? Чем учат вас неудачи? Ну, знаете, шахматист так устроен, что все, что найдено, найдено закономерно. Все, что потеряно, потеряно нелепо. И если турнир закончился неудачно, то виноваты все. Виновата погода, или слишком жарко, или слишком холодно. Виновата страна, или слишком правый строй, или уж какой-то архилевый. Виноваты судьи, виноваты фигуры. Конечно, виноваты партнеры, бесспорно, виноваты зрители. И никогда, девчон, ты сам не виноват. Это не только моя история болезни, это история болезни всех наших. Непомнящий инженер. Михаил Нихимович, в среде шахматных болельщиков к вам отношения однозначные. Ну, различается, может, только оттенок. Либо дружелюбие, либо дружелюбное восхищение. В связи с этим, несколько неожиданный вопрос. Встречались ли на вашем жизненном пути люди, которых вы считали, или, может быть, сейчас считаете, своими врагами? Ну, понимаете, если бы таких людей не было, я бы чувствовал себя в чем-то обделенном. А так, я себя достаточно хорошо чувствую. Собираетесь ли вы открыть свою школу? И как бы вы вели занятия в школе Таля? Я собираюсь открыть свою школу, тем более, что она открыта уже три года тому назад. Вот. Занятие в школе Таллинн, это школа Гроссмейстера, не совсем моя. Я пытаюсь сделать примерно то же самое, что делал Михаил Моисеевич, делает Гарри Кимович. Дорогие друзья, огромное спасибо. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok